Доброго здравия, друзья! Рад вас приветствовать! Сегодня четверг, 30 апреля. И, соответственно, поговорим сегодня немножко о изменениях или нововведениях, которые произойдут с 1 апреля. Сегодня бурно и вчера, да, то есть бурно обсуждалась вся эта информация. Более того, был прекрасный такой объемный вебинар, который провел Алексей Золотарев в 13 часов. Мне очень понравился, потому что он прям каждый пунктик рассказал до подробнейших, малейших деталей, так скажем, да. Вот. Мы поговорим сегодня о чем. Многие не понимают, чем продиктованы эти изменения. Вот. О самих изменениях я их тоже коснусь, да. Что за изменения и так далее для тех, кто не был на эфире, потому что там было порядка 40 с лишним человек, там около, не знаю, в районе 50, да, вот, на эфире Алексея. Но он есть в записи в чатах, поэтому рекомендую обязательно послушать. А, и плюс вечером он тоже будет проводить эфир в 18 часов, да, вот, поэтому заходите. Ну, в чатах есть информация 18, 19, по-моему, 18. Вот. Что есть Благодар? Значит, Благодар – это группа людей. Сначала была маленькая группа, да, которые поняли простую идею. Которую, кстати, в одном из чатов, да, то есть в лидерском чате озвучил наш участник, наш лидер, вот. И он сказал, что в моем кругу принято оказывать помощь друг другу по принципу кольцевому, да. Ну, он это слово не говорил, но это так работает. То есть Благодар – это хоровод, где всегда открыта возможность, есть всегда свободная рука, вам ее протянут. То есть проводник – этот человек, он возьмет вас за вашу ладонь, вашу руку, и вы вместе с нами, да, начинаете кружиться в хороводе. В хороводе можно зайти и можно выйти в любой момент. То есть нет никаких условий или там требований, да, или каких-то даже гарантий, да, что кружащий, кружащий в хороводе там не споткнется там на какую-то кочку там или еще что-то такое, да. То есть все может быть, вот. Потому что хоровод двигается с определенной скоростью. И скорость может быть как быстрее, так и медленнее. И хоровод может рисовать не только круг, он может играть таким образом, да, что это будет и знак бесконечности, да, и какие-то, ну, будем говорить, как же не называется, в детстве тоже вот, особенно девчонки любили, да, вот водить, когда руки поднимают две, ну, два человека, мальчик с девочкой тоже стоят, руки подняли, а между ними раз и пробегают. Вот это во все хороводе присутствует, то есть хоровод это целая такая энергетическая система на самом деле, да, в физическом плане. То есть по большому счету это, можно сказать, танец, да, но это удивительный танец. Я знаю, что хоровод вводят, если вы в YouTube зайдете там или в интернет забьете, да, то есть хоровод вводят с определенными, ну, для воплощения определенных намерений. То есть это сгруппированная энергия участников хоровода, которая способна менять реальность. Даже так, ничего здесь удивительного нет. Для меня это вообще все как бы понятно. Понятно, что не все это понимают, но поэтому я и показываю, да, тут посмотрите, что такое хоровод и так далее. Вот, разберитесь немножко в этом вопросе. У нас хоровод заключается в следующем. Маленькая группа людей собралась вместе, и мы договорились между собой, что каждый день у каждого из нас есть или остаются в кармане, да, какие-то средства, которые сегодня нам уже не нужны. То есть мы уже все там купили домой покушать, то есть мы спокойны за свою семью. И вот это вот количество даже не денег, а монеток, да, будем говорить, йоми, потому что, ну, крипта, она трансформируется, да, то есть у нее хорошая, удивительная такая вот способность, что она может трансформироваться из монетки в монетку, или там фиат, или просто там меняться на какой-то товар, там, или на услугу, там, и то, и все, да. Вот мы в данном случае пользуемся монетой йоми. То есть монета йоми – это монета четвертого поколения, для новичков сейчас говорю, да, которая очень быстрая и без всяких комиссий. Плюс к этой монете есть, ну, будем говорить, биржа, слово, может быть, не очень понятное, то есть, ну, рынок, где можно ее приобрести, то есть поменять там любую крипту на йоми, да, или любой фиат на йоми, ну, не любой, а в той стране, в которой живете, вот. В любом случае любой участник с любой страны мира может приобрести эту монетку и может посмотреть, что это такое. То есть комиссий нет никаких, не на бирже при покупке или продаже, не при транзакциях, то есть при переводе с одного кошелька на другой. Транзакции, ну, будем говорить, со скоростью мига, да, то есть моргнул и уже все, монетки у тебя облетели с одного континента на другой, и они находятся у человека, да, в его кошельке. То есть прекрасная монета, вот, и как раз она взята за основу, мы ей пользуемся, мы ее любим, почему? Потому что мы ее и разгоняли, раскручивали, да, потому что что-либо создать, это мало, да, можно что угодно создать, но это никто не увидит. А вот показать, вынести, показать это людям, показать народу, показать привлекательность, да, уникальность и все остальное, вот в этом, да, это особый труд. Здесь нужны, ну, будем говорить, определенные усилия, таланты, да, нацеленность и так далее, да, вот, поэтому, как говорят, можно из чего-то слепить конфетку, да, а можно сделать конфетку и превратить ее в чего-то, понимаете? Так вот, ситуация такова, что мы взяли за основу монеты Юми, это уже в Благодар 2.0 до НУМ, да, то есть не первый экспериментальный, хотя по сути мы всегда экспериментируем, то есть мы всегда находимся, ну, как знаете, поскольку до нас этого никто не грел, мы находимся как будто бы в творческом поиске, да, но мы знаем, что не то, что мы ищем, мы это уже нашли и понимаем, и у нас есть единомышленники, потому что у нас есть сообщество, да, причем многотысячное, то есть сегодня посмотрел по статистике, то есть у нас реально участвующих, да, вот судя по аккаунтам, 10 тысяч участников, это, там, ну, прямо вот в реальном времени сегодня, да, то есть за вчерашнюю день, вот, а так-то, я думаю, что понятно, что поменьше, потому что это семьи, там, несколько аккаунтов в семье, там, у жены, у ребенка, там, да, то есть, ну, по-разному люди участвуют, кто-то делает какие-то, там, аккаунты для того, чтобы, используя, ну, в этом проявляется гениальность, да, в кавычках, используя, может быть, наш недосмотр в чем-то, да, ну, мы же не нарушаем правила, поэтому мы делаем так, потому что, ну, совесть, она не всегда работает, да, то есть, или у всех она есть, на самом деле, по большому счету, да, потому что один человек когда-то сказал, что я свою совесть еще в детском садике на пирожок с ливером променял, и, как бы, это, ну, нормально, так вот живут люди, вот, оно, совесть на самом деле, это, ну, наверное, такая знаковая вещь для человека, человек это тот, кто имеет честь, раньше люди говорили, честь имею, да, то есть, здороваюсь или прощаюсь, вот, а что такое честь? Ну, честь от слова честность, да, вот, за честь люди стрелялись, то есть, вызывали на дуэль, я сегодня с дочкой на эту тему разговаривала, да, она говорит, я не понимаю, что такое репутация, я объясняю, что, ну, репутация, это и есть честь, да, честь это честность, то есть, вот, мы начали обсуждать разные моменты, то есть, когда, там, где-то она, там, юлила, что-то говорила неправду, но она говорит, я сейчас так не делаю, я сама пришла к осознанию того, что, ну, как-то это некрасиво, да, вот, так вот, мы в Благодарии все вместе стремимся к тому, чтобы выстроить взаимоотношения по чести, потому что со стороны разработчиков все в порядке, можете не сомневаться, мы открыты, нас всегда, и все проверяют, и смотрят, и наблюдают, и, там, что только не делают, да, там, и народный контроль, и все на свете, то есть, у нас все в порядке, но есть участники, которые, ну, может быть, было бы, ну, будем говорить так, не так грустно, если бы это просто новый человек зашел, да, и какие-то, там, какое-то непонимание, да, то есть, выражал, а вот, когда старые участники, вот, сомневаются, да, в том, что любые изменения, которые вводятся, да, были введены в прошлом, это же можно понаблюдать, да, или вводятся сегодня, там, или будут введены 1 апреля в действие, да, что эти изменения, эти обновления системы продиктованы лишь одним, слово выгода, да, это немножко с другой, будем говорить, с другого восприятия мира, если ты будешь везде говорить, вот, мне выгодно, мне невыгодно, мне выгодно, мне выгодно с тобой, там, дружить, или невыгодно, Мне вообще это не выгодно, да, там, что-то сделать. То есть, ну, я думаю, что у вас не очень много будет рядом друзей. А вот если вы будете смотреть, ну, я так рассуждаю, не знаю, может быть, это и нормально в этом мире, я их не знаю. А если вы будете рассуждать с позиции пользы, нам полезно поговорить и выяснить отношения. Нам полезно. Это уже дипломатия. И я объяснял тоже своему ребенку о том, что такое, кто такой дипломат. То есть, дипломат это тот, который, то есть, человек, который представляет, ну, в данном случае возьмем, там, какую-то страну, в какой-то стране, да, он ее представитель. И у него, почему именно он там находится, в этой дипмиссии, да, потому что у него есть способность понимания, видения, мышления такое, что даже если к нему придут с атомной дубинкой или с какими-то там невероятными приемами всевозможных единоборств, собрать их всех в кучу, да, он сможет выйти победителем с этой ситуации, потому что может разрядить эту ситуацию до того, что они просто сядут за круглый стол и будут вести пусть спорный разговор. И все закончится миром. Это первое и последнее правило дипломатии. И если развязывается война, дипломатии нет. Нет дипломатов. Понимаете? Так вот, каждый из нас должен обладать элементарной дипломатией. А дипломатия строится на уважении оппонента или того человека, который тебе что-то в данный момент, ну, пытается предъявить свою правоту. То есть, по сути дела, он касается твоей чести. Если он даже это не понимает, это не значит, что твоя реакция, понимает он или не понимает, реакция какая может быть? Она может быть молниеносная, ответная, да, такая же, как тебя коснулись, если тебе дали по левой щеке, то ты давай по правой, еще раз по левой, хук слева, хук справа, и красота, да, и все, нокаут. Нет, дипломатия заключается в том как раз, чтобы предотвратить этот удар человека, вовремя его остановить и сказать, ой-ой-ой, постой, постой, не торопись, дружище, ты вообще не понимаешь, ты сейчас чего касаешься. Ведь раньше за это стрелялись. То есть, за честь, за совесть люди просто выходили на дуэль, и бросали перчатку, и тогда даже в лицо, ну, кто более, менее дерзок, да, и более уважительно относится к, так скажем, к оппоненту, просто на пол. Ну, пойдем поговорим. Пусть нас рассудят, да. И да, и люди даже гибли, те, кто были правы, у кого действительно была честь и совесть. Таких примеров очень много. Лермонтова возьмите, например, да. Вот. Но, тем не менее, на это шли люди. Так вот. О чем я? Сомневаться в честности и прозрачности Благодара можно. Но те, кто в Благодаре уже участвует, работает Благодар, ну, первый, да, экспериментальный он был вообще там, по-моему, в 20-м году, да. Вот. А сейчас он работает уже там год и, наверное, месяц. Да, с небольшим. 24 февраля мы стартанули в прошлом году, да. Вот год с небольшим. Дальше мы работаем. Мы работаем на разных скоростях. На самом деле все участники участвуют в таком... Не просто эксперимент ради ничего, да. Вот если говорить про эксперимент. Мы постоянно щупаем, что может работать лучше, что может стабилизировать систему для того, чтобы она могла двигаться в этой агрессивной среде, а мы находимся в агрессивной среде на самом деле, да. Потому что то противостоят какие-то... Ну, вот как сейчас если взять, например, да, вот чаты читаю и смотрю, вроде бы люди, ну, здравые, да, вообще прям с уважением отношусь, естественно, да, то есть ко всем людям. И стараюсь понять каждого, даже там, если человек там не может быть, он где-то там что-то не понимает и так далее. И это нормально, это все, в общем-то, в этой жизни все нормально. Понять можно другое, главное захотеть понять. Вот есть у меня такое желание, и вообще от этого получаю удовольствие. Стараюсь понять даже того, кого никто не хочет понимать в жизни. Ну, вот. И вот вроде бы человек такой активный, все здорово, да, то есть прям движение от него энергии, да, на пользу общего дела очевидно. А потом вдруг раз, и на каком-то этапе какой-то негатив. А благодарь это энергия, а энергия это, она бывает плюс и минус, да, плюс и минус. И это не хорошо и не плохо, потому что минус легко меняется на плюс, и наоборот, по сути дела. Просто надо понимать, что положительная энергия, она многократно усиливает в сообществе общее настроение. А настроение есть ключевой момент для того, чтобы мы двигались вперед. Но негатив, он всегда сильней, кажется так. Но если говорить детально, негатив, он просто быстро распространяется, он быстрее, чем позитив оказывает влияние. Но, поскольку люди обладают здравым смыслом, получив дозу негатива, а это же радиация по большому счету, они вроде как заразились и понесли его распространять дальше. Но потом-то понимают, что это им не полезно. И они начинают блокировать этот негатив, переключаются на позитив. Поэтому позитив в любом случае выигрывает. Всегда выигрывает. То есть, это безоговорочные вещи. Поэтому, откуда возникает негатив в нашем сообществе? Или там в наших чатах? Ну, из-за непонимания происходящего раз. И второй момент. Из-за того, что очень многие участники мы не скрываем, не препятствуем, участвуют в каких-то других сторонних проектах. Им нравится. Или они себе позволяют им как бы... Ну, это интересно, выгодно на самом деле. Не пользу приносит, а выгоду приносит. То есть, пользы здесь никакой. Участвуют в разных проектах. То есть, сидят на двух стульчиках. Ну, на двух стульчиках... А некоторые на трех сидят. На двух стульчиках не очень комфортно сидеть, если честно. Хотите, попробуйте дома, проведите такой эксперимент. Соответственно, у них на подсознательном уровне, если не на уровне осознанном, да? То есть, на уровне сознания. На подсознательном. Переключается все время. Ага, ситуация здесь такая, а вот здесь, на втором стульчике, другая. А мне же выгодно, я же здесь. Я же здесь тоже что-то там, свои выгоды получаю. А здесь вот уже, может быть, пользы, кажется, меньше. Там, или еще что-то. Или я что-то не понимаю, не разобрался, не уделил времени. И в этот момент человек становится сам себе противник. То есть, он здесь был, он за это ратовал, кричал, ура, ура, вперед, там, и так далее. Да, все здорово, все классно. Когда все просто движется, все здорово, все отлично, все вперед. А как только изменение, раз, оценка. Ага, здесь вот это, а здесь вот это. Значит, здесь можно излить какие-то вещи, которые позволят себе, да? Излить какие-то вещи, которые, ну, точно не полезны. Но этому участнику могут быть выгодны. Потому что он таким образом, сея негатив здесь, может привлечь к себе внимание и каких-то не очень осмысленных еще участников, молодых, новичков, да, или которые просто ведутся на этот негатив, перетащить туда, где у него сейчас вроде бы как все хорошо. Вот, ну, в двух словах, вот такая кухня. То есть, так это происходит. То есть, кто-то, может быть, может что-то там возразить. Я готов дать ответ, так сказать, на ваши возражения. Так вот. Вернемся, вернемся. К изменениям или обновлениям, да? Чем они продиктованы? Почему вообще изменения вводятся в благодарю? Кратко скажу, потому что сегодня очень много общался и в личке, и в чате, и записывал кучу голосовых, и мне кажется, что я повторяюсь, да? Повторяться не очень хочется. Спортивная машина, болид, несемся на больших скоростях, рядом сидят пассажиры, вот гражданские, да? То есть, они не спортсмены, ничего. Тот, кто за рулем, отвечает за их жизнь. То есть, ну, грубо, да? То есть, он несет ответственность, потому что он понимает, он управляет автомобилем. Картина реальности меняется ежесекундно на больших скоростях. Никогда, некогда задать вопрос, потому что, допустим, задача быть в какой-то точке, то есть, преодолев расстояние, причем это расстояние не по карте, да? То есть, нет карты, вот. Это расстояние даже неизвестно по времени, сколько это займет. То есть, едем туда, не знаю куда, да? Но нам надо там быть. И много подсказок от пассажиров, которые сидят рядом или сзади. И на больших скоростях водителю необходимо принимать решение, куда поворачивать этот болид. Влево, вправо, прямо, вниз, вверх, да? Соответственно, все эмоциональные существа. И вот этот вот базар-вокзал, который происходит, он с одной стороны полезен, с другой стороны он губителен. Даже для жизни всех, кто находится в этом болиде. Насколько должна быть устойчива психика, да? Эмоциональное состояние того, кто держит баранку и жмет на педальку газа и иногда на тормоз. И я хочу сказать так, что в эмоциональном плане это все очень-очень идентично. Потому что у каждого человека есть тормоза. Не зря говорят, ты что, тормозов не имеешь? То есть, когда человек не может контролировать или не фильтрует то, что выскакивает у него изо рта. Да, то есть, не зря говорят, язык враг мой, да? Или язык враг твой. Ну, это так есть. То есть, контролить, контролить чувства, контролить эмоции. И понимать вообще, где ты находишься, что ты делаешь, куда ты движешься, с кем ты движешься, почему ты движешься, да? Сколько ты движешься, на каких скоростях ты движешься, много ли ты понимаешь вообще в этом движении там и так далее, да? Может быть, просто, ну, я не знаю, я всегда при знакомстве с чем-либо такую позицию принимаю, ну, как бы, я просто наблюдатель. Я наблюдаю до тех пор, пока я не начинаю врываться в тему, то есть, я не начинаю понимать вообще, что это за люди, что они делают, куда идут, к чему стремятся. Что хорошо, что плохо, это, опять же, мое сугубо мнение, да, моя точка зрения на эти вещи, да? И потом уже я подхожу дипломатически для того, чтобы как-то донести, может быть, как-то, извините, ребята, вот у меня вот такая мысль, может она бредовая, но мне кажется, вот так вот так. То есть, очень деликатно, не так, что, вы что, бараны, что ли? Или там, кто-то там выразился, да вот там, чуть ли там, какие-то там, даже не буду повторять. Ну, то есть, разные, да, вы понимаете, разные люди, разные высказывания. Но самое главное, на меня-то это не влияет, я просто наблюдаю, смотрю, делаю выводы, вот. А на многих участников это влияет. То есть, кто-то услышал какую-то фразу, какое-то выражение, какой-то негатив, его зацепило, он вошел в состояние страха, в котором находятся все, кто вообще на самом деле ничего не понимает, а особенно не понимают те, кто сидят на двух стульях, потому что они не могут понимать это на самом деле, да? Потому что, представьте, кресло мое и кресло пассажира, но у пассажира тоже есть руль, допустим, да? Ну, как? Вы можете себе представить, ну, машину, которая, вот автомобиль, я кручу сюда, а здесь вот второй водитель, который крутит туда, а сзади пассажиры, которые вообще непонятно ни в какой машине едут, то есть одно колесо пошло налево, другое направо, то есть, ну, не укладывается в голове, да? Вот. Хотя это все нормально, никто никого не осуждает, участвуйте где хотите, прям вообще разговора нет, но происходит перефокусировка на тот, будем говорить, болид, да, или там автомобиль, или направление, или там проект, да, который, ну, в данном моменте, вот у него, как бы, вроде как все хорошо, так и у нас все хорошо на самом деле, как переключение передач, да, то есть тормоз нажал немножко, переключился на пониженный, ну, так нужно, да, вы не переживайте, потому что я за вас переживаю, я несу ответственность, я рулю, да, в этом плане. Ваша задача, понимать одну простую вещь, вы добровольцами сели в этот болид, здесь никто вам не гарантирован, что мы вообще куда-то приедем, да, никто не гарантирован, что будет комфортно, потому что, да, у некоторых, я говорю, вестибулярный аппарат не выдерживает, да, вот этой тряски, там, движений всех, серпантинов и всего остального, и люди, остановите, остановите землю, я выхожу, да, вот, примерно так это выглядит. Вот, тоже нормально, нормальная реакция, вот, но уважение друг к другу терять не нужно, то есть, ну, это неправильно, да, то есть, надо уважать друг к другу, вот, поэтому контролировать то, что выскакивает само собой, да, вот, у некоторых, и понимать свою ответственность за то, что то, что выскакивает, влияет на других людей. А тебе сегодня ты убежал, ты там на второй стульчик пересел, мне здесь комфортно, я здесь, а завтра ты пересядешь сюда, я гарантирую, что это произойдет. Вот здесь вот я могу четко сказать, что немножко времени пройдет, и опять ты прыгнешь на этот стульчик, и будешь опять кричать ура-ура, вот, но выводы-то, увидевшие это сделают, какие-то, правда, вот, то есть, да и сам себя, по сути, не обманешь, да, если честно в зеркало посмотреть, ты всегда найдешь виноватого, да, в отражении, потому что ответственность всегда на каждом личная, своя. В этом мире все, что происходит, происходит не со мной, а для меня, только надо понять, в чем это заключается. Мысль поймите. Так вот, давайте уважительно общаться в чатах. Если причина негатива заключается в том, что вы зашли, не следуя рекомендациям, взяли вес больше, подняли штангу такую, что сломались ноги там, или еще что-то, то есть, что-то вышло из строя у вас, да, то есть, опять же, психики, да, вот, то, пожалуйста, ну, не надо это метать, вот, нам, или в нас, тем более. Участвовать нужно, не критичной суммы, не критичной, разделив ее на две части, правила двух карманов, одной половинкой вошли, участвуйте. Если даже какие-то изменения вам не в пользу, допустим, там, что-то отстрочилось, отстрочилось прилет благодарности к вам, да, вот, у вас есть второй карман, вы по новым условиям зашли, и за самое небольшое время компенсируете все то, что якобы вы оказали, хотя на самом деле-то, вы оказываете безвозмездную помощь. То есть, сообщество людей, которое начиналось с малого, собрались, договорились, и этот договор, так сказать, между собой передают другим людям, говорят, ребят, мы договорились о том, что у нас нет никакого договора. Но есть только одно понимание, что если у нас сегодня в карманах, у кого остались свободные монетки, они нам сегодня не нужны, то мы можем до завтра, до послезавтра, до третьего дня, да, отдать их в общее пользование. Вот кому надо, берите и пользуйтесь. И есть бот, который учтет это все. И если ты что-то отдал, то тебе записано, не обязан никто это, так сказать, вернуть тебе, да, но в боте записано, что ты сделал добро, и вообще-то тебе причитается. Но опять, а условие-то какое? Как он может, то, что ему якобы причитается, просто записано на его имя, да, то есть ничего, то есть ничто. Записано просто его доброе дело, которое он сделал. Он говорит, вот тебе за доброе дело, за то, что ты дал одно яблоко, да, или два яблока, или три яблока, да, тебе еще плюсом не три твоих вернут, а еще одно яблоко, или даже пять яблок вернут. Если, если эти яблоки, они вообще есть, если их кто-то приносит, да, или если мы говорим про костер, то ты можешь греться от этого костра. Но опять же, костер-то поддерживать надо, и это надо понимать. И если будет несколько человек, маленькая группа людей все время ходить за дровами и носить, да, для того, чтобы этот костер горел, они тоже рано или поздно устанут, просто физически устанут. Поэтому, а вокруг люди сидят, которые просто пришли греться, они никуда не ходят, они просто греются. Какой классный костер! Кто-то ходит, носит, пламя горит, тепло идет, все здорово. Вот, греемся, прям вообще спинкой повернемся, так повернемся, вот ножки погреемся, все классно. А совесть должна быть, надо и за дровишками сходить. Так вот, нововведения, они сделаны для того, чтобы, по сути, вот как бы изменений никаких у нас нет. У нас просто произошла рокировка в шахматах, знаете, да? То есть, когда вы можете поменять положение, да? Ферзя и короля, да? То есть, ну, переставить местами. То есть, поменять местами между собой. Ну, принцип понятен, да? Я могу ошибаться, в общем, давно в шахматах не играл, еще там в детстве когда-то. Жил во дворе грузмейстер, у меня во дворе жили шахматисты. Старички такие вообще. Вот, так вот, рокировка в Благодаре до сего момента, до 1 апреля, никому не веря, да, было 20%. Мы на этом космическом проценте двигались с 24-го числа. Немножечко там, если вспомним историю, был такой момент, что на самом деле мотивы изначально были какие? И запустились, да? Потом видим, что не все понимают, не все верят, что это возможно. Мы говорим, ну, ладно, уходим. Потому что было заведомо уже просчитано. Уходим потихонечку, плавненько, снижая там по 2 процента, да, в день. Уходим на 5%, чтобы прям вот спокойно, в лодке, никакой качки, никакого шторма, да? Вот, всем хорошо, потому что люди любят, ну, комфорт. А с другой стороны, они хотят изменить жизнь прям вот здесь и сейчас. Им снятся такие сладкие сны, да, что вот они принцы, принцессы, королевы там и все такое, да? И короли, вот. Но для этого делать особо ничего не хочется. А так не бывает в этой жизни. И вот получается так, что мы начинаем убирать этот процент поменьше, поменьше, поменьше. И говорим, мы стремимся к 5% стабильно, классно. Ну, 5% закольцовки, ребят. При закольцовке. То есть это кто понимает, да? Кто не понимает, посмотрите вот вебинар в 6 часов. И пересмотрите дневной в 13, потому что я его сам от начала до конца слушал. Просто прекрасно все объясняет, как работает. Благодарного введения. Все на свете даже повторяться особо не хочется. Но я пробегу сейчас по некоторым моментам. Так вот. При закольцовке получается, то есть там, ну, грубо, пусть 5 дней мы берем. Хотя закольцовку происходит там фактически на третий день. Там, да, там, или 3-3,5 дня. То есть когда вы каждый день оказываете помощь, там, 10 монет, 200 монет, еще монет не играет роль. То вы начинаете каждый день получать плюсом 5%. И если взять в отсчет дату, то есть когда вы закольцевались и получаете 5% в первый день, и с этого дня посчитать месяц, то есть 30 дней, посчитайте сколько будет процентов. Это простая математика. Математики не умеют посчитать, сколько Благодар платит. Это я вам просто на вскидку даю. Да. Я тоже не математик. И я горжусь этим, что я не математик. Вот. Потому что не нужна наука, да, которая пудрит голову на самом деле. Нужно просто взять вот какие-то реальные вещи и вот... Вот. Чайку. Вот. И в реальности совсем другие цифры. Потому что, как правило, нас теоретически грузят той информацией, которая никакого фундамента под собой не имеет. Ну, на слово верить не надо, кому интересно. И так присматриваться к этим вещам, да. Вот. И потихонечку начинают понимать, что все не так, ребята. Это, как говорил Высоцкий. Так. Здесь я пояснил, что мы планировали прийти к пяти процентам. А потом у нас, оп, на дороге 8 марта. И поздно вечером я только втыкаюсь, потому что я вообще праздники не праздную. Никакие там. Ни свои, ни чужие, вообще никакие. Просто я спокойно, я живу, у меня каждый день праздник. А вот, хорошие, нехорошие. Ну, стремлюсь, чтобы каждый день был праздник. Вот. 8 марта. Ох, это же международный женский день. Йоколаманы. То есть, по старому и новому календарю, опять же, это один день. Тут и мужчины. Мужчин можно поздравлять, и женщин. Потому что, ну, это вот эти старый и новый год, новый год и старый и новый год. Да, григорианский там, и юлианский календарь. Разрыв там в 13-е там сколько дней, да. Вот. Если их соусить, то это один день. Просто его разделили. Ну, сделали и женщинами, и мужчинами, типа, праздники. Так вот. Ну, надо сделать. Люди радуются, особенно женщины. А женщины, это вообще, это смысл, да. То есть, это то, что нас... Это вдохновители для мужиков. Это вдохновители. То есть, это существа совсем с другой планеты. Это просто те, ради кого хочется творить, хочется делать какие-то невероятные вещи. Какие-то совершать поступки и так далее. Вот. Ну, как же так? Нельзя мимо пройти, да. Я вообще за то, чтобы такие праздники были каждый день, да. То есть, каждый день дарить цветы, каждый день говорить приятные слова, замечать. Не просто слова говорить, а замечать что-то. Потому что женщины замечательные, замечтательные, да. Вот. И удивительные. И надо всегда на это обращать внимание. Так вот. Решаем. Давайте мы сделаем радость. Ну, отделить женщин от мужчин не можем. Тем более понятно, что, по сути дела, это один день. Вот. И для мужчин и женщин. Все. Включаем. Оставляем 20%. Делаем объявление. Уже поздно вечером. Ну, по истории можете посмотреть, по новостям. Делаем объявление. Оставляем 20%. Ну, поскольку поздно включили, понятно, кто прочитал объявление, кто нет. Продлеваем на 9 число. А вот уже там 10 числа. Во всех чатах лидеры все, как один, говорят, Владимир, или там проще, Вова, давай оставим 20%. Мы увидели, мы видим, что это будет работать. Так у меня нет никаких сомнений, что это будет работать. Другой вопрос. Настолько вы готовы к таким скоростям? Так вот, садитесь, поехали. И сейчас газ в полку не то, что 20. А 200 в день нужно сделать. Но готовы ли вы? Ну, и все говорит о том, что перед полетом куда-то в далекие дали, в неведомые дали, нужна все-таки подготовка. И вот мы готовились. Но я пошел навстречу. Разработчики согласились. Я настоял, да, в данном случае. И мы начали двигаться именно с этой скоростью. 20%, 20% за такт. И сколько мы продолжали движение? Да, в принципе. Ну, больше месяца. Это уже показатель. На самом деле это целая эпоха. То есть, благодарие это реальная эпоха. То есть, и это эпохальное событие. То есть, потому что, ну, все понимают, вот сегодня нету таких, кто говорит, что, или может сказать, что нельзя 20% за такт получать благодарности. Причем таким небольшим количеством людей. Потому что, ну, что это такое? Ну, даже если мы возьмем, там, 10 тысяч, да, там, ну, это ни о чем-то. Это, ну, говорить даже не о чем. Ну, так я знал это, что это работает. Но сегодня те, кто не верили, уже понимают, что такая скорость, она совершенно обоснованна. Она реальна. Что ей требовалось доказать. Вот это главное наше достижение. А теперь мы уходим по тем же планам, по тем же, потому что, ну, укачало там, все, у кого-то там просто понесло. Да? Вот. И мы уходим на 5% якобы. Но на самом деле происходит рокировка. Процент не меняется. Потому что было 25% и сейчас 25% остается. Но сделана рокировка. Раньше у нас было 20% получал, ну, классический участник. Просто участвует в системе Благодар. Просто он участвует. Может быть, там, иногда кому-то рассказывает. То есть, ну, такой цели себе задачи не ставит. То есть, он пока еще не пропитался вообще тем, что мы делаем. Не до конца понимает это все и так далее. Да? То есть, вдохновения для того, чтобы двигать эту информацию вокруг себя нет. Все. Такой участник получал 20% так же, как, в принципе, как и любой другой. Ну, для активиста было добавлено 5%. Что это было? То есть, за 5 предыдущих дней бот смотрел по активности. И тот участник, который пригласил от 1 до 5 человек, получал плюс по 1%. То есть, получается, Благодар выплачивал благодарность, коэффициент благодарности до 25%. Сейчас Благодар продолжает выплачивать до 25%. Произошла лекировка. Теперь обычный участник, который либо что-то не понимает, либо там не хочет шевелиться, если даже понимает многое, да? Он получает 5%. Но вот если он шевелится и двигает информацию вокруг себя, да? Он понимает, чем мы занимаемся. Ну, или, не знаю, любые другие мотивы. Для этого тут... Это не важно, да? Но он понимает, что можно получать 25%. Он начинает действовать, он начинает просто рассказывать информацию, да, людям о том, что есть такое сообщество. Нам важно, нам важно расширяться постоянно, да? Это стабильность, стабильное расширение системы, есть гарантия ее стабильной работы. Вот так будем говорить. И он начинает приглашать. То есть, от одного человека мы поставили порог 20 человек. Из-за каждого приглашенного человека за предыдущие 5 дней, бот считает, он получает по 1% за активность. То есть, это 20% плюсом можно получать. Итого 25. 5, ничего не делаешь. Сидишь на 2-х, на 3-х стульчиках, что хочешь, ты можешь получать. И это очень хороший процент. Вот, математики посчитали, сказали от 30 до 50. Я вам сказал, так намекнул, да? То есть, что это за процент на самом деле. Но, теперь, мы сделали в связи с этим изменением, поскольку большинство участников такой активности проявлять на этом этапе, я думаю, ну, даже не буду загоняться. Ну, думаю, что, наверное, не очень все смогут. Хотя, кто знает, время покажет. Мы сделали так, что мы увеличили суточный лимит оказания помощи. Сегодня у нас 2 тысячи суточный лимит, да? И 20 тысяч по аккаунту. То есть, 2 тысячи с одного кошелька, с одного аккаунта можно, там, отправлять, да, сколько угодно. То есть, ну, это как бы 10 кошельков, или по 1000 из 20 кошельков, кошельки неограничены в этом смысле, да, подписанные. А теперь можно 3 тысячи. 3 тысячи, то есть, это поболее, да, плюс 50 процентов. И до 30 тысяч с аккаунта. Причины понятны, да? Вот. Т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т. Чтобы я мысли не потерял, да. То есть, увеличили. А, вот еще. И нововведение ввели. Такое теплое, или знакомое, будем говорить многим слово, субботник. Сегодня субботники не очень проводят, но это событие, которое проводилось. Оно могло даже проводиться и в воскресенье, она называлась, субботником, там, или какой-то другой день. То есть, субботник. Все, мы могли после работы в пятницу выйти, потрудиться на благо общества, на благо предприятия, школы, там, не знаю, там, вуза какого-то и так далее. То есть, убрать там территорию, там, что-то там поломать и потом построить. Ну, все, что угодно, да. Вот. Любые хорошие, благие вещи, но которые не проплачивались, да, субботник. Немножко история происхождения слова субботника и вообще слова суббота, да. Потому что многие говорят, ну, даже не буду говорить, там, многие говорят, как-то мягко, корректно постараюсь сказать. Вообще, на самом деле, это суп, суп, суп потник. Люди попотели, потрудились, сели за одну такую длинную лавку, им с большой кастрюлей такой налили в их миски железные, да, супца. Хлебушек, лучок, чесночок, там, огурчики, помидорчики, люди поели этого супа. И на него сами назвали суп потник. Вот отсюда слово субботник. Но я хочу сказать, что в то время, в том государственном строе, устройстве, да, работать на благо было принято. Но не все хотели. И те, кто не хотели, они придумали такую отмазку, что этот день, этот день, все-таки это суббота, да, то есть суббота связана, субботник. Этот день у них святой, нельзя трудиться. В этот день они отдают только свое время, свои силы, свою энергию, только своим богам. Вот так будем говорить. Вот. И они не были, никто их не настаивал. Отмазку. Ну, человек сказал вот так, да, то есть, ну и ладно. Группа людей сказала так, ну и ладно. Вот. Поэтому этот день он назывался там... Сегодня, в сегодняшнем современном произношении это звучит шаботаж. Ну, то есть, саботировать какие-то мероприятия, которые несут пользу общество. Вот. От одного слова происходит. Субботник. Субботник. Суббота. К чему я это? Субботник мы ввели для одной простой цели. Ну, назвали так, просто потому что, ну, субботу, большинство из нас знают, что такое субботник, да? Ну, суббота точно. И вот. Длиннее видео получается. Да, у меня время ограничено. Ладно, будем заканчивать, значит. В этот день, в этот день, то есть, 7 дней в неделю, суббота, в этот день нет выплаты благодарности. То есть, нет созревания. Нет созревания. То есть, все монеты, которые распределяются, так вот у нас от 12 до 120 часов, да? И все монетки, это с 1 апреля вступят, все монетки, которые распределяются, ну, будем говорить, на 5 частей разными долями, выпавшие на, допустим, 1 апреля, они уже были, да? Они вот у некоторых уже выпали на 1 апреля. Что происходит в этот день, раз эта суббота, выплат нет. То есть, для чего это сделать? Для того, чтобы баланс поднимался немножко. Немножко позитива у участников было, да? Что, ну, вот он, реально мы поднимаем этот баланс. А выплаты, ну, какая разница? Сегодня нет, ну, они-то учтены все. Вот. И распределились они не все куда-то перелетели, а всего лишь одна какая-то доляшечка. То есть, эта доляшечка может равна быть, там, 10% от оказанной помощи в какой-то определенный день, да? На 5 часей разделилась, и вот какие-то там 10, 5%, 12%, 15%, не знаю, ну, вот так. Бут берет и перекидывает на следующий день, или через 1 день, или через 2 дня, и так до 5 дней, эту транзакцию. Это разгружает систему. Ну, я думаю, что понятен механизм, особо не буду больше говорить об этом. Придите на презентацию к Алексею. Вот, в 18 часов она начнется, наверное, уже совсем близко, да? Вот. И там он очень четко это все разжевывает. Что еще хочу сказать? А, насчет оказания помощи, да, в этот день. А, этот день святой. То есть, во благо системы ничего не получаешь, но ты оказываешь помощь. А она распределяется как раз самым для тебя, ну, если для выгодополучателей, скажу, выгодным образом. Потому что именно в субботу, оказав помощь, ты никогда не попадешь на следующую субботу. То есть, это самый хороший день. То есть, заходи, радуйся. Оказал помощь, то есть, если ты в пятницу оказал, в субботу оказал, в воскресенье. То есть, каждый день, оказывая, ну, кто закольцовывается, да, соответственно, каждый день, то в субботу ты точно не попадешь на следующую субботу. Даже если вот ты хочешь как-то субботу саботировать, то я тебе подсказываю, что в субботу именно надо оказывать помощь. Вот, в общем-то, такая история. Да, и еще один момент. Это активность. Активность. Значит, у нас, кстати, была встреча с лидерами. Она продлилась без малого 4 часа. Представляете? То есть, перед тем, как мы согласовывали вот эти нововведения, пытались, ну, чтобы донести, донесли. Вот, послушали предложение и так далее. Ну, в итоге, общая выжимка, что все мы делаем верно, потому что делаем на благо всем, на самом деле. Вот, и, но единственное нововведение, которое было полезно, не помню, кто-то из участников озвучил, что сказал, вот, бонусов мало, да. То есть, бонусы у нас сегодня выводятся. То есть, 3% рефералки с каждого участника, с каждой транзакции. Сегодня у нас пока так, радуйтесь, потому что есть уже предложение, да. То есть, и не то, что предложение, а мы это знаем, да. То есть, ну, какие-то вещи определенные, мы понимаем, это же используется, это маркетинг. Вот, но сегодня это так, это сладкая возможность 3% с каждой транзакции получать от каждого участника со своей первой линии. Каждый день, даже не каждый день, а хоть 10 раз в день он оказывает помощь, и ты получаешь 3%. Шикарная возможность. Так вот, а выводить ты можешь только ограниченное количество монет. Просто вот участник, который вот классический, у него активность 0, 0, он может выводить только 2 тысячи в день по 1000 с одного кошелька бонусов запрашивать. Ну, это шикарно, тоже на самом деле. Если бонусы идут, и ты ничего при этом не делаешь, а у тебя просто есть, да, с первой линии активные участники, которые двигаются постоянно. Вот, то ты получаешь вот так. Но если ты вдруг захочешь что-то сделать, можешь и не делать, и пригласил еще новенького, или пригласил двух новеньких, или трех, или пять, или десять, или даже до 20, потому что до 1 апреля у нас было максимум 5, и ты пригласишь 20, а тебе только будет плюс 5%. Но сегодня от 1 до 20 участников за предыдущие 5 дней бот тебе дополнительно выплачивает благодарности 20%. То есть ты можешь оказать помощь в этот день, когда у тебя закрылась вчера, да, квалификация по активности в 20 участников, там, или в 10, если в 20, то на следующий день у тебя коэффициент плюс 20% к тем 5%, который классический для всех. То есть ты получаешь 25%. Если ты на этой волне, если ты лидер, или как бы, ну не лидер, а просто человек, да, который не может пройти мимо, а мимо пройти на самом деле невозможно, везде всем не достает этих средств несчастных, потому что нас посадили на эту иглу, да. Вот. А нету легко все делают. Вон ФРС напечатало там, по-моему, 400 миллиардов монет вот за последние несколько дней. Просто так. В компьютерке сказали, так, а ну-ка 400 напиши. 400, много времени надо? 4, 0, 0 и 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9 нулей. 400 и 9 нулей. Сколько это занимает время? Вот все, 400 миллиардов, оп, якобы есть для экономики, для их экономики, которая является на самом деле бутафорией. Понимаете? Отсюда инфляция, отсюда все. Войны, голод, раздрайв по всему миру и все такое. Богатые и бедные, разделения, то есть все, отсюда все возникает вот просто вот отсюда. Потому что это экономика нездоровая. А у нас здоровая экономика. У нас никакой инфляции нет. Потому что мы вращаем реальные вещи, реальные условные единички среди реальных людей и по большому счету занимаемся просветительской деятельностью. Доносим до людей, что играть по-честному это честь тебе. И в итоге и результат будет, и благословение, и энергия природы так работает. Почему? Жить нужно обязательно юлить, что-то выгадывать себе, выгоду какую-то, да, потому что выгада, это что такое? Это выгадывать, выгадывать. То есть выгадать, как урвать себе. У кого-то что-то урвать себе. А вот пользу, это всегда общество. То есть ты принес пользу. Я приношу пользу. Вот попробуйте сказать. Ты кому-то себе пользу, что ли, приносишь? Нет. Пользу это обязательно и другим, не только себе. Если себе, то это выгода. А польза это всегда для монумодий. Понимаете? Ну, это благодаря об этом речь. Так вот, активность выстроена таким образом, да, что она еще увеличивает возможность вывода бонусов. То есть если так можно выводить бонусы 2000 монет в сутки, то если вы делаете единицу активности, то есть за последние предыдущие пять дней одного человека пригласили, у вас будет плюс 500 монет с правом на вывод в этот день. Если вы пригласили максимально, например, 20 человек, то у вас будет плюс 12, не плюс, а всего 12 тысяч. К тем 2000 еще плюс 10 можно выводить в этот день. Пожалуйста. А если вы по принципу закольцовки стали на эти рельсы, да, скажем, и приглашаете кто-то по одному человеку, там, пять человек. Таких у нас, кстати, сегодня, я по статистике посмотрел, у нас порядка два десятка человек, которые по пять человек в день приглашают каждый день. И только растет это число, понимаете? То есть количество людей низкий поклон им, потому что именно они двигатели системы, они движители системы, понимаете? Поэтому с ним и невероятный процент благодарности, коэффициент, вернее. А всем, кто пока вот тормозит, то есть тихонечко сидит, единственное, что вы можете сделать для системы, хотя бы просто сказать тем, кого вы знаете, что кто-то что-то ищет в этой жизни, но он по жизни активен, да, у него есть какая-то команда. Вы можете просто сказать, вы знаете, в благодаре в сообществе, в благотворительном сообществе, чистой воды благотворительном, потому что мы договорились друг другу помогать, и мы помогаем безвозмездно. Если я кому-то оказал, то бот наш, да, дает возможность мою помощь раздать каким-то участникам анонимно. Я даже не знаю, кому она перешла. По блокчейну все можно, конечно, найти, кошельки, куда это все там распределилось и так далее. Суть не в этом. Но я точно так анонимно получу помощь, если все это работает, а на больше я не рассчитываю. И поэтому я ратуюсь за то, чтобы это работало, а другой участник, любой из вас, за что должен ратовать? По-моему, тоже за это, чтобы это работало. Так вот мы ищем как раз пути, способы, механизмы, как помочь каждому человеку понять эту простую вещь, простой смысл. Увидеть, что он способен поделиться в своей семье, в своем окружении со своими людьми, которые рядом, возможностью, которая меняет, реально меняет жизнь. Потому что она решает наши насущные проблемы. Вот чисто базовые такие, простые, пойти в магазин, заправить машину, еще что-то. Но это же так классно. Если вы где-то трудитесь, то вы сэкономите с зарплаты. Но условия всегда остаются одно. Некритичная сумма, разделенная на два кармана, участвуйте только одной половиной. Как только вы увеличили сумму оказания помощи, благодарности получили в два раза больше, вот эту, заберите эту часть и положите, у вас два полных кармана получается. Понимаете? А участвуйте тем, что у вас там с благодарностью прилетело. И вы всегда будете замотивированы, позитивно. Позитивно. То есть от вас никогда не будет исходить эту вонь, да, вот эту. Потому что, ну, какой это запах? Ну, вонь, да, на самом деле, негатив. Когда кто-то кого-то хает, там, и то, и сё, да, то есть ради чего. Или не понимает, не разобрался, ну, ладно, ребенок у тебя поплачет, описывается, окакается, памперсы, подгузники помоем, подмоем. И опять, давай, родной, заходи, все хорошо. Вот. Ну, или же просто вот натура такая, ну, что вот, опять же, когда сидишь на двух стульях, бергаешься туда-сюда, и туда-сюда, и туда-сюда. Давайте я в личку вам сейчас все помогу, да. Вот. А там то же самое. Когда здесь все хорошо, там, может быть, не очень. О, давай сюда. Давайте-давайте, я вам сейчас все помогу. А сам что? То есть ко мне, ко мне заходить. Не взрослая тема, короче. Вот. Ладно. Ребят, давайте на этом закончим. Ровно 58 минут и 15 секунд. Все хорошо, а будет еще лучше. Обнял, люблю. Пока-пока.